Полиция перекрыла одну из улиц в Астане. Очевидцы рассказывают, что слышны рёвы моторов и чувствуется запах жёна резины. Наш корреспондент Асхат Ниязов находится сейчас на месте событий. Он на прямой связи со студией. Асхат, здравствуйте. Расскажите, что происходит у вас. Здравствуйте, Галина. Не переживайте, всё в рамках закона. Просто одну из улиц Астаны перекрыли ради третьего этапа Кубка города Астаны по драк-рейсингу. В этом году он приурочен 20-летию Астаны. Мы сейчас находимся на старте. Здесь собрались около 30 машин разных мощностей. От самых стоковых, от самых обычных до... Здесь есть машина, у которой под капотом 700 лошадиных сил. Сейчас мы находимся возле автомобиля, у которого 300 лошадиных сил. Ему противостоит такой же автомобиль, в смысле с такой же мощностью. Мы попросили, чтобы мы проехали с ними. Для вас, уважаемые телезрители, чтобы вы поняли, ради чего все эти люди каждый год здесь собираются и ездят. Давайте посмотрим, как это происходит. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно мы с вами прокатимся? Я пристегнулся, всё хорошо, да? Мы можем стартовать. Готовы? Готовы? Мы готовы. Соперника, да. Готовы? Поехали! 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 Ну, уважаемые телезрители, а мы сейчас разворачиваемся. Мы ещё поедем? Всё. Такое ощущение, что твою душу щекотят кошечки, я не знаю. Ну, Александр, у вас было заявлено, что этот чемпионат, этот турнир проводится для того, чтобы популяризировать безопасность дорожного движения. Тем не менее, я сейчас видел, с какой скоростью мы проехали по городу. Как это взаимосвязано? То есть как быстрая езда может популяризировать безопасное движение? Поэтому мы участвуем на официальных соревнованиях. Мы за безопасное вождение, чтобы не по городу кататься, носиться, беспределить, так сказать, а именно на официальных соревнованиях и чтобы выплескивать все свои эмоции именно на гонке. А зачем ещё этот турнир нужен? То есть безопасное движение? Ещё для чего? Ну, конечно, многие автолюбители хотят покататься между собой, сравнить у кого какая машина быстрее. И поэтому мы здесь все собираемся, и для нас это своё родное хобби. Катаемся, получаем удовольствие. Ну, скажите честно, вот то, что я сейчас испытал, то, что вы испытали, уважаемые телезрители, я думаю, тоже вы испытали ради этого, да, всё? То есть это эмоции? Конечно, конечно. Ради эмоций, ради своего личного удовольствия. Вот так вот. В аварию ни разу не попадали? Всё нормально? Нет. Всё хорошо. Сколько лет занимаетесь этим? Семь лет уже. Семь лет. Спасибо вам, Александр. Всё хорошо. Это было незабываемо. Ну, а мы больше мешать не будем нашим гонщикам. Скажу только, что гонка только началась. Было несколько заездов квалификационных. Им нужно будет, участникам гонки нужно будет проехать по прямой 400 метров. Кто быстрее это сделает, тот и победил. У меня на этом всё, уважаемые телезрители. Позже вечером мы более подробно расскажем о сегодняшних соревнованиях. Асхат – это захватывающее мероприятие. Мы так за вас переживали. А я напоминаю, с нами на прямой связи со студией третьего этапа Кубка Астаны по драг-рейсингу был мой коллега Асхат Ниязов. Асхат – это захватывающее мероприятие.